Добрый день, с вами Максим Чех. Быстренькое видео, расскажу о своих успехах с зачетными тестами, с семистралками и со всем таким. Сначала то, что я не сдал. Я не сдал физику, ну как не сдал, я получил 21 балл, проходной балл для получения зачета 20 составляет, а всего можно было набрать 50, но, к сожалению, оценка по физике почти на... больше чем на половину состоит из результата вот этого теста, то есть с этим зачетом, со своим результатом я максимально могу рассчитывать на D, если я идеально сдам экзамен, ну а вообще на E или на F. По нацвечи... Короче, своего преподавателя я попросил, чтобы он аннулировал мне результат по этому зачету, и я буду его пересдавать вместе с теми, кто не сдал 30 мая. Но там очень плохие по нему результаты, то есть у нас в группе, по-моему, 20 человек было, из них только 5 получили зачет, и из этих 5 трое такие же, как я, ну то есть трое, в том числе и я, получили 21, 22, 23 балла. Вот так вот. И я пока что еще не получил зачет, ну то есть мне не поставили пока почти ни один зачет, буду ставить на следующей неделе, но не готова у меня по программированию семистралка, потому что у меня нет доступа нормального компьютера с Linux, и поэтому приходится ждать, учиться, заниматься в то время, когда там идут занятия, поэтому медленно у меня продвигается. Но зато я на этих выходных сделал семистралку по АПА. Она у меня уже почти готова, ну фактически там мелочи какие-то остались, то есть в принципе я все пункты выполнил, осталось документацию написать. Что я сдал? По дифурам я написал на 18 из 20, допустил там совершенно глупейшую ошибку. Я решил все, и там очень важно было указывать интервалы, как бы на которых работает это решение. И у меня был интервал в общем виде от минус С до бесконечности. Я потом решил задачу каши, частно, как бы с начальными условиями задачу, и написал случайно плюс С, от плюс С до бесконечности, и с этим плюс С решение попало в один интервал. Потом, когда я проверял работу, я увидел эту ошибку, поменял на минус С, но интервалы не перепроверил за счет этого минус 2 балла. Человечек в комментариях писал, типа, удивленный, как так эти примеры можно научиться решать за один день. Уважаемые, если вы можете научиться решать дифференциальное уравнение за один день, флаг вам в руки, извините, я типа не грублю просто, но высказываю свое мнение. Во-первых, есть разница между тем, чтобы просто научиться решать, и научиться решать со всеми нюансами, и не допускать ошибок. И, ну, кому-то что-то проще дается, кому-то тяжелее. То есть я готовился к нему целую неделю. Матан я тоже написал на 27 из 30, но баллы по Матану не идут в этом семестре в зачет, на экзамен. То есть там достаточно было 15 набрать. Тоже какую-то совершенно дурацкую ошибку допустил. Надо было полный дифференциал двух функций, двух переменных, и надо было найти экстремы функции. Я получил два значения Y, и там получалось уравнение второй степени. Мне надо было туда засунуть этот Y и получить под каждый Y по два X. А я что-то затупил и просто на глаз прикинул, какой там должен получиться X, и рассмотрел всего лишь две критические точки вместо четырех. По сенсорам, которые я брал себе добровольно, там тест был такой, как бы, как на права, если кто-то сдавал, заходишь в кабинет, там 10 вариантов, 10 вопросов. В каждом по 4 варианта ответа, надо один выбрать. То есть там было легко. Там были вопросы, потому что мы делали на лабораторных занятиях, то есть там был неполный объем курса, и в принципе было легко отвечать. По физике я уже начал готовиться нормально к тесту, а по сенсорам вот хочу начать в каждый день, как бы проходить по одной лекции полностью, делать конспект, запоминать, повторять эти формулы, чтобы более-менее нормально на Бейли постараться на сдать этот. По архитектуре компьютеров тоже был тест, но я его написал удачно на 20 из 20. Там были вопросы по темам, которые мы проходили, то есть там были выписки кода ассемблер в архитектуре MIPS, и надо было определить там, что делает программа, сколько будет хитов и миссов в кэше, сколько будет правильных-неправильных предикций ветвления, и как там надо было какие-то простенькие числа перевести из одной системы в другую. Там, в принципе, все ответы на всевозможные вопросы содержались в этой книге. Лекции я даже не смотрел особо. По программированию я уже записался на экзамен, будет в тот же день, что и повторный тест по физике, только в час дня, слава богу, то есть не случилось накладки никакой. Они сделали единственный письменный экзамен для всех, как бы в одной большой аудитории все это будет, и потом надо будет записываться отдельно на практическую часть экзамена, то есть там, где сидишь за компьютером и пишешь программу. Вот, ну в принципе по учебе у меня обстоят дела более-менее хорошо, единственное вот с физикой, ну технически я ее сдал, но меня не устраивает такой результат 21 из 50 и оценка Е. Очень-очень тяжелый предмет, ну, во-первых, лично для меня очень тяжелый, во-вторых, судя по результатам, очень тяжелый для всех, и мне кажется, что им стоило бы, во-первых, не делать так, что, смотрите, за экзамен 30 баллов идет в оценку, а за тест 50, может, стоило бы сделать наоборот, это раз и два. Ну это как бы мое субъективное мнение, да, то есть вот был у нас в группе парень написан 39 тестов. В принципе, там повторить, порешать задачи и позаниматься, это все возможно, не знаю, успею ли я. Но мне кажется, им стоило бы разбить вот эту физику в единичку, у нас там идет большой раздел механики, аналитическая механика, уравнение Лагранжа, уравнение движения Лагранжа, неинерциальные системы координат, или как это называется, теория относительности Эйнштейна специальная, и потом еще раздел по электростатике и по электродинамике, то есть это все впихнуто в один блок, я не знаю, я на лекциях просто сижу, механически переписываю с доски, а толком ничего как бы не разбираю, немножко там какие-то простенькие задачи получается у меня решать. Да вроде как все, дифуры, матан, физика, программирование, апа, сенсоры, по таким беспалевным левым предметам все нормально у меня, а из главных у меня проблема по сути только с физикой. В общем такое, готовьтесь к физике, тесты такое все прохожу, и со следующей недели, собственно, ну через неделю, следующая неделя последняя учебная, и через неделю уже начинается сессия. Поэтому еще раз спасибо, что смотрите, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Максим Чех, пока.